Ты флайт-мод сделал? Да, сделал, да. Прекрасно. А тут все говорят, как русский колбу. А тут русский «диллэджент». Как на русском «диллэджент»? Ой, я... Прилежный, это очень редкое слово. Дмитрий, здравствуй, и большое тебе спасибо, что ты согласился на интервью. Да, приветствую, и спасибо за то, что пригласил, всегда было интересно. Я бы хотел, чтобы это не было, знаешь, как у прокурора, я хотел бы, чтобы мы тоже мне задавали. Конечно, я всегда за живое общение. Прекрасно. Потому что мне кажется, что когда я был тогда на этом мероприятии, которое ты вёл... Да, модерировал, да. По-моему, ты подумал, что меня тебе представили как конченого русофоба и нациста. А потом ты увидел, что я нормальный и хороший человек, да? Ну, это даже не то, что мне так представили, просто мне кажется, что в определенной группе людей у тебя есть такая репутация. Да, 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 я должен с этим жить. Знаешь, есть такая история. В России давно, в году седьмом, по-моему, до Сокартвелла, до Грузии, я сделал такую байку. То есть, я имею дом моды на понтах. Но на самом деле я всё-таки смастерил, я заказал четыре шерстяных свитера. Ну, и один из этих свитеров был на белом поле свастика в красном, то есть, нацистский флаг. Ну, это была, ну, это шутка, но в этой шутке была доля правды. И я в аннотации этого самого свитера написал, что это символизирует возвращающийся нацизм в России. И ещё это только вопрос времени, когда Россия начнёт агрессивные действия в сторону соседей. Это было год до Грузии. Да. И до сих пор в русском интернете есть, если ты соберёшь шерстяной фашизм и романаускость, то это про меня. Понятно. Что я фашист. Ну, как в воду глядел, получается. Да. Я был Кассандрой, да. Ну, это, знаешь, это не было так уж и трудно, так как уже бронзовый солдат в Таллине случился. Мы уже видели, ну, такие, как я, видели истинное лицо Путина. А тебе сколько лет? Тридцать четыре. Ты ещё маленький. Ну, я помню эти события, знаешь, но я помню их с определённой интерпретацией, соответственно, потому что это показывалось по российским пропагандистским каналам, который, ну, телевизор-то у меня сразу фоном как бы был. Да, да. А телевизор был катодовый луч, как это, луч катода в банке, то есть, кинескоповый. Ой, уже, наверное, тогда какие-то... Ледный был. Ледный был? Ещё, наверное... Ещё, наверное, кинескопный всё-таки, да-да-да. А ты Беслан помнишь? Да, ну, как, опять же, я помню, понимаешь, у меня такие две, наверное, есть плоскости, можно так сказать, да, Беслан, когда вот он сам происходил непосредственно, я помню, я вообще как-то всегда смотрел новости, следил за ними даже там в школьном возрасте. Я помню, что даже когда произошла эта трагедия, была там на каком-то из федеральных каналов объявлена такая акция, что вот минута молчания в определённое время в память о жертвах Беслана, где бы вы ни были, в какой точке остановитесь на минуту и помолчите. Я помню, что я в своём городке был единственный такой вот остановился и действительно помолчал, ну, как бы да. А потом, соответственно, уже в более таком, ну, в студенческом, наверное, возрасте, когда уже был активистом... Начал выпендриваться. Да, да, начал выпендриваться, был активистом оппозиционных сил, то, соответственно, Беслан для меня переродился несколько по-другому, ну, то есть, вот эти все матери Беслана, да, стало о них известно. Ну, то, в общем, стало понятно, что там была большая вина произошедшего на стороне, конечно, властей, как и, собственно, во всех терактах, которые происходили в России. Я помню насчёт минуты молчания в Израиле, и мы были со съёмочной группой в 14-м, и была там эта минута, когда они все останавливаются, некоторые выходят даже из машин, ну, это связано с Шоа, конечно. Я не представил тебя, Дмитрий Семёнов, сотрудник литовского Дельфи, русской редакции. Да, русская редакция. И ты... Тебя можно называть беженцем из России? А, так и есть, даже юридически, да, у меня политическое убежище. Можешь распространиться. Я знаю, что ты выходец из города с чрезвычайно смешным названием. Чебоксары. Да, всё правильно. Столица республики Чувашия. Так это не значит ли, что в тебе есть чего-то чувашского? Это на 100%. Ну, если этнически подходить, то я, да, Чуваш, у меня родители все Чуваши, знаю даже язык. Ну, я, конечно, сейчас уже... Поскольку я не практикую, я его забыл, но если я там, допустим, услышу его, я всё пойму. Я даже периодически смотрю, когда видео с фронта России, там, ну, войны России против Украины, там же Чуваши же тоже воюют. Иногда бывает, что вот мобилизованные там что-то засняли, и они говорят по-чувашски. Я такой, о, я всё-таки понимаю. Это тюркский язык, да? Это тюркский язык. Сколько склонений в нём? Так же, как и в русском, мне кажется, хотя нет, мне даже... А падежей, я подискутываю. Не-не-не, падежей, падежей, я скажу, падежей, по-моему, семь же у вас в литовском. Вот у нас тоже семь, то есть, на один больше, чем в русском. Вот это я всегда помню. У вас есть вакатив? Вакатив – это когда ты кричишь человеку. Скажи, Дмитрий, на литовском есть специальный кончин. Дмитрий Ёлк, да. Да-да, конечно. Но у нас такого нет, у нас там в другом... То есть, опять же, это такой, можно сказать, неотживший седьмой падеж, который он как бы есть в грамматике. Наверное, и литив какой-нибудь. Ну, да-да-да. Хорошо, не будем... В филологию. Да, потому что я слишком часто это делаю, и мои слушатели, наверное, иногда, и фидбэк приходит – хватит об этом, хватит. Но ты всё же, ты мыслишь на русском языке. Да-да. В этом случае тебя можно назвать, без выпендривания всё-таки русскоязычным человеком... Ну, да, конечно. Я очень стараюсь выбирать выражение. Я не хочу сказать «русский мир», потому что это в наше время значит нечто иное. Конечно. Но самосознание у тебя россиянинское? Ну, если подходить с точки зрения, как я мыслю, да, как я перевариваю информацию, то, конечно, да, конечно, на русском языке. Да. А какое самое частое, то есть, самое распространённое слово русского языка сегодня? Я скажу, я тебе очень скажу. Ступор у меня поставил. Вот. Вот. Да, я грешу этим тоже. Тоже, Миша, я тебя не слышу ещё. Ещё услышал этот разговор, я думаю, да. Это просто диву даюсь. Вообще русский язык изменяется. Я слышу ударения, меняют места. Раньше было «облегчить», сейчас «облегчить». Облегчить, да. Обеспечение, не обеспечение. Да, да. То есть, это меняется, я правильно подмечаю. Да, там, ну, я помню просто, опять же, мы снова уходим в филологию. Я просто вспомню свою школьную программу, там, мои годы, да, это когда, это середина нулевых годов. Мои годы моего богатства, да, да. Моя учительница по русскому языку всегда там говорила, ну, наверное, так и было, раз она так говорила, что есть две школы филологии, московская и питерская, и они между собой спорят, как правильно. Ну, видимо, в ходе вот этих вот споров и ударения как-то менялись. Странная вещь, вообще феномен, что Россия страна большущая, то есть, и по населению, и по географии, тем более по географии. А акцентов пропорционально очень мало. То есть, акканье московское, немного дзяканье, если на запад, в Белоруссию. Есть говор, и есть, когда говорят в Ленинграде, я говорю Ленинград, не Питер, есть на это причины, говорят, что вместо что. И это считается ленинградским акцентом. Это комично. Ну, да, акцентов немного. А в Англии? В Англии за горкой живут другая деревня, это уже другой акцент. Ну, с одной стороны, это так, если мы говорим о русском. Но понимаешь же, что внутри большой России есть много людей с своими языками. Опять же, тот же самый чувашский, у него тоже есть свои два акцента. Два. Есть даже, наверное, три, я бы сказал. Потому что, если у вас там дзюки, аукштайти, сувалки. У нас очень много. Да, то есть, жмайте, то у нас есть чувашские термины, если на русский переводить. Верховые чуваши, низовые чуваши и срединные. Жмай, аукштай. Гай Ландерс, Лоу Ландерс. Да, да, да. Так, вернёмся к твоим путешествиям в Голиверске. Тебе пришлось просто оставить Россию. Почему? Из-за журналистской деятельности? Нет, журналистом я, по большому счёту, стал здесь. За что моя особая любовь к Литве, потому что это была моя мечта школьная, работать на телевидении или на радио. Да, это правда. В России я больше был в политической сфере, в оппозиционной. Да, пришлось мне уехать. И то, мне пришлось уехать не так, что... Всё, вот сейчас... С бухты-барахты? Да, была просто моя рабочая командировка в Вильнюс на конференцию, после которой я просто не вернулся, потому что мне так посоветовали адвокаты. Они сказали, что тебе возвращаться опасно. Не возвращенец? Не возвращенец, да. Вот уехал буквально с пиджаком на конференцию, с умывательными принадлежностями, без вещей, без ничего. С пензой? И до сих пор путешествую. Ну, это очень хороший знак, я бы посмотрел на это так. Ну, нет, как в итоге всё сложилось, в итоге как начали развиваться события. Я, конечно, понимаю, что это был такой подарок такой, судьбы. Никаких... Нет, у меня, конечно, никогда не было такого нарратива российского пропагандистского, что странный пауте... Было, было, было. Нет, у меня не было никогда. Ну, хорошо, не было. У тебя не было. У меня не было. И в Атвию с Литвой я тоже никогда, кстати, не путал. Окей. Я знал немного. Дело в том, что в первый раз вообще я побывал в Литве в 2017 году. Это было за один год до того, как я начал здесь жить постоянно. Опять же, я тоже прилетал на конференцию, в Тракай она проходила. Тогда я был в первый раз, а до этого... Снежный клуб? Или что-то другое? Это не Снежный клуб, это Мидовская тоже конференция. Окей, продолжай. Летом они проводят. В общем, и... А до этого я знал немного. Я знал, что есть Литва, есть у неё столица Вильнюс. Я знал, как выглядит флаг Литвы. Я знал, что Литва – это страна баскетбола. Знал, естественно, Сабониса. Но, помимо этого, я знал и литовских футболистов. Ну, потому что, наверное, они играли в российских клубах, типа Дэвид Эс Шемберас, Эдгар Счастаускис. И я помню, что мне всегда нравилось вот это вот... Ваши фамилии и имена, как они заканчиваются. Вот эти вот... Ичус, Ис, Ас. Мне какое-то по звучанию, просто, знаешь, по наитью, как бы, да, притягивало, и флаг, у меня тоже почему-то литовские в сочетании вот этого Трисполья, да, жёлто-зелёный-красный. Мне тоже всегда нравилось. И когда я в первый раз полетел, у меня так... У меня было много командировок по разным европейским странам по работе. И тут вот Литва, я такой, о, наконец-то побываю. И когда я первый раз приехал, я такой, ну, в принципе, мне понравилось, да. Это соответствовало тем моим минимальным знаниям, которые у меня были о Литве. Окей. Насчёт этих окончаний в номинативе, именительный падеж, да? Да. И над нами иногда доброжелательно насмехаются соседи, а иногда это бывает уже и злостно. И, скажем, белорусы, которых мы будем считать литвинистами, мы затронем эту тему дальше, они очень любят над этим издеваться, что эти все асы, исы и так далее, это нигде более нету. Но они же на то и литвинисты, что они не знают, что это то же самое в греческом языке. Есть, например, царь Леонид, он был Леонидас, то есть с окончанием именительным. А что Гай Юлий Цезарь, он же в паспорте был Гайус Юлиюс, Цезарь Цезарь. То есть окончание в номинативе – это не только у нас. Ага. Насчет того, что мы фашисты. Знаешь, что я самое первое слышал, когда меня призвали в 88-м году в внутренние войска, в кровавые погоны? У нас только что прошел митинг, только что начинался с Аюди, с освободительное возрождение. И только что было то, что вошло в историю как банановый балл. То есть один из самых первых митингов уже постперестройщины. Он был разогнан резиновыми дубинками. И когда я спустя месяц или два попал уже в карантин внутренних войск, сержант, настоящий широкодуший интернационалист, товарищ русский сказал нам, шестерым литовцам, вас, сук, давить надо. Или душить, я уже не помню. Это за то, что мы рыпались. Да, слушай, скажи мне, я тебе встречный вопрос тоже задам, мы так построим беседу. Да-да-да, конечно. Вот интересная ирония, просто когда ты сказал, что тебя призвали в 88-м во внутренние войска. Дело в том, что я тоже служил во внутренних войсках. Вот скажи мне, как ты думаешь, это вот специально так был устроен литовцам, а, понятно, их во внутренние войска, меня там, а, он оппозиционер, понятно, его во внутренние войска. Я не думаю, это было просто шанс. То есть мы с тобой, значит, Росгвардия, в принципе. Да-да-да-да, да, как раз я демобилизовался, буквально через несколько месяцев она стала Росгвардией. А ты целых два года? Нет, год, я на год уже попал. Мне повезло, я видишь ли, я не знаю, почему я во внутренние, там как брали, так такой шанс и был. Но я как спортсмен, кандидат в мастера спорта по академической гребле, меня месяц спустя, в принципе, из этого сразу карантина, из буткампа сразу и взяли уже, я опять сел в лодку грести. Мне повезло. То есть я видел этого ужаса не так и много. А спустя год меня тоже уволили уже по Горбачевской доктрине, то есть как студент. Ну, хватит. Да, я не... Но этот самый полк, который был в Вильнюсе, на Сапегус, улица Сапегус, там были не только кровавые погоны, но и менты. То есть батальон настоящих ментов, которые патрулили по улицам Вильнюса, также, наверное, работали и в колониях. Я не знаю. Но там около трети или две трети состава были этнические литовцы. Я не знаю, почему. Наверное, для того, чтобы они... Потому что они язык знают, при патрулировании что-то в этом крылось. Я не знаю. Ты заикнулся, когда мы ехали с собой сюда, что ты у Ходорковского работал. Да, это было основной причиной того, почему мне пришлось уехать. Ну, я был у него... Да, когда Ходорковский вышел, соответственно, ну, точнее, когда его отпустил Путин перед Олимпиадой 2014 года, он решил возродить свое движение. То есть, до посадки у него была такая большая структура, которая называлась «Открытая Россия». Это вот как раз-таки больше, куда он заработанных денег вливал в развитие гражданского общества, журналистов и так далее. Ну, вот он возродил это движение. Ну, и вот я попал к нему, можно так сказать, в 2016 году. Ты мне скажи, как «Homo sapiens, Homo sapiens», я на Говарском сказал «Homo sapiens», почему такие люди, как Ходорковский и в особенности Навальный, почему они делали такие ужасные ошибки, которыми были так чреваты для их судеб? То есть, Навальный вообще, он прилетел сюда, а то не сюда, спасибо Боже, в Россию, и эвентуально его убили. Это что, это наивность или это слепая воля и bravery? Храбрость. Храбрость, да. Ну, ты знаешь, у меня есть гипотеза своя на этот счет. Я вообще, наверное, в этом разговоре много, может быть, от меня будет критики, там, и в адрес Соратников Навального, и в адрес Ходорковского. При всем моем человеческом уважении к Михаилу Борисовичу, с которым я работал. Тут тебе не Дельфин, ты можешь говорить Шестерков. А я и там могу говорить Шестерков. Мне кажется, что здесь, во-первых, несколько причин. Во-первых, в случае с Навальным, мне кажется, что они до последнего момента, если говорить о Навальном до последнего момента, до своей гибели, мнили себя до сих пор политиками. То есть, надо понять, что в России никакой политики нет. И уже давно, ну, как минимум с 24 февраля 2022 года. Они по-прежнему считали, что они политики, и вот эти вот свои различные электоральные методы продолжают использовать. Ну, это то же самое, знаешь, что в гитлеровской Германии, использовать попытку участвовать в выборах, если ты не согласен с политикой гитлеровской Германии. Во-вторых, это может быть уже больше к Ходорковскому претензия, нежели к Навальному. Поэтому мне кажется, что там многие, скажем так, инфлюенсеры российские, да, из там оппозиционной среды, они на самом деле не очень хорошо знают Россию. Не очень хорошо знают, что это такое. И вот мне как-то в этом плане может быть проще. Опять же, не хочу сказать, что я прям знаю, в отличие от них, как оно есть. Ну, просто я как бы жил всю свою жизнь, все свои 28 лет до переезда сюда в провинции, вот в Чувашии, в той самой республике, которая считается одной из самых бедных республик. И что такое там вот этот вот глубинный народ, как используют такой термин некоторые политологи, я прекрасно знаю, что это такое. А они, мне кажется, не очень. Они до сих пор верили в то, что, до сих пор и верят многие, да, то, что не все россияне там за войну, а большинство, скорее всего, против. Ну, и прочие вот эти вот сказки, которыми ты пытаешься, как мне кажется, сам себя успокоить и убедить. Ну, и третье, последнее. Они до сих пор думают, что вот все-таки в какой-то момент там, да, рано или поздно, они думают, что, скорее всего, рано, Путин не станет. И они такие, знаешь, приедут, как вот был философский пароход там, да, из России, да, в большинское время. А тут они на этом философском пароходе приедут обратно в Россию и станут политиками, начнут заниматься политикой снова, станут участвовать в выборах. И для того, чтобы им участвовать в выборах в будущем, как они предполагают, я так думаю, им нужно не порывать полностью связи с тем самым глубинным народом и с потенциальным электоратом. Вот, мне кажется, такие вот ошибки из-за трех вот этих основных причин. Ты мне помоги разобраться, будь добрым. Насколько мы должны брать во внимание результаты опросов, когда люди в России опрашиваются о том, какой процент из них радуется аннексией Крыма или инвазией полномасштабной в Украину? Если мы говорим об аннексии Крыма, смотря в какой период. Если после аннексии Крыма, в 2014-2015 годах, в 2016-2017, в общем, все, что более-менее до 2020 года, спокойно можем брать, я думаю. То есть, можем доверять? Конечно, да. То, что происходит сейчас, уже с определенной натяжкой. Но я все-таки думаю, что тенденции, скорее, тут нужно влавливать в нынешних опросах, которые выходят по России, даже у независимых социологических исследований. Скорее всего, нужно обращать не на абсолютные цифры, а на тенденции. Нужно сравнивать. То есть, тенденции можно уловить. То есть, ты говоришь о динамике, да? Да, да, да. О динамике как бы увеличивается. И может быть там, условно говоря, не 90%, как вышло согласно исследованию, поддерживают войну, а 84%. Но если в следующий раз у тебя официально после 90% стало 95%, то мы можем говорить о том, что растет поддержка войны. Если стало там не 90%, а 80%, то значит, немножко падает. Вот такие тенденции, я думаю, мы можем улавливать. Это зависит от того, как мы широко берем в таймлайне. То есть, если это простая флуктуация, то это не... То есть, если я правильно помню, то полномасштабные инвазии, когда, как я понял из твоей речи, уже гайки совсем были закрыты, тот энтузиазм, это был большой энтузиазм, я помню там цифры 80 где-то процентов за крымнашисты, то это все-таки реальность в России. Да, конечно, я абсолютно в этом уверен. Ну, то есть, моя уверенность, она не просто так, что я вот в это верю, и все, я просто это знаю, как мне кажется, насколько я могу узнать Россию, что это действительно так. Я даже специально... Сейчас-то уже у меня практически никаких там связей, знаешь, нет. У меня моя принципиальная позиция после 24 февраля как бы их обрубить по разным причинам, между прочим, не только из-за того, что люди поддерживают войну, но во многом из-за этого. Но еще в первые месяцы, в первый, наверное, год после 24 февраля я там нет-да-нет с братом своим родным переписывался, ну, знаешь, и мне даже интересно было так спросить, расскажи мне, что там. Я хотел затронуть эту тему, у тебя бы осталось много, родные, 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 родные. Все там, все там. Продолжай, да. Ну, мне просто было интересно, я так спрашивал, либо там кого-то из одногруппников, знаешь, с кем там в университете учился, ну, расскажите мне, как там на земле, как бы, да, я же тоже сейчас не там, могу там какой-то нерв там не ощущать. И вот для меня было поразительно, когда я там услышал от тех людей, которых я спрашивал, что, ты знаешь, мне так кажется, что все еще гораздо хуже, чем было после Крыма. То есть, поддержка еще больше. Все люди, которые, даже которые там из близкого окружения, да, там не поддерживали тогда Крым, ну, или, по крайней мере, не проявляли какую-то активную радость по этому поводу, они как будто вот просто с ума сошли, вот, знаешь, как по мгновению палочки их подменили, а они проснулись совершенно другими людьми, совершенно какими-то зазомбированными. Это я сейчас мне свои слова передаю, а то, что вот мне писали. То есть, ты общаешься с людьми, я сперва испугался, что они сами зазомбированные, но я, насколько я сейчас понял, это твоя агентура там. Ну, как, я уже год точно не общаюсь, но первый год еще как-то не общаюсь. Да, но я имел в виду, что это светлые люди, которые разделяют твои точки. Да, конечно. Да, понятно. Я часто сравниваю, и тоже помоги мне тут разобраться, это, и это очень тяжелый вопрос, особенно для хороших русских, которые могут услышать тут нехорошие какие-то выводы. Нацистская Германия. Формально, смотря, началось все зомбирование с 1933 года, когда Гитлер пришел ко власти, да и то тогда не было ни интернета, ни телевидения, только марши и радио, и и пресса, и это длилось до 1939 года, если мы смотрим на начало Второй мировой, то есть 6 лет, ну и во время войны тоже. В России это длится с московского княжества, с Ивана Грозного. Но если мы будем брать, чтобы это выглядело более подходящим примером, то есть по экстерьеру и по цветам, то, наверное, считать нужно с прихода Путина ко власти с 1920-х годов. И вот 2000-х, сначала. И я только сейчас начинаю понимать, насколько это ужасно, то есть несколько поколений уже на этом, по сравнению с Третьим Рейхом. Когда люди, вроде бы нормальные люди, то есть не варвары, то есть люди Эммануила Канта и Бетховена начали заниматься Холокостом, а тут, только лишь потому, что они проиграли, во-первых, в мировой, и с 1933 года началось зомбирование. Тут мы имеем всё то же самое, только на гораздо более larger scale. Что ты думаешь об этом? Для меня это такой, знаешь, необъяснимый феномен. Я сам себе его не могу объяснить, я сам в своих эфирах всегда пытаюсь найти на него ответ. Да. С одной стороны, всё, что ты сказал, да, действительно, люди, которые в течение 25 уже лет живут при этом режиме, при этой пропаганде, которая им промывает мозги. Можно такое объяснение применять? Можно, конечно, но с другой стороны, я всегда задаюсь вопросом, ну вот я, да, человек, который родился в провинции, человек, который не ходил в какую-то частную элитную школу, хотя бы в обычную среднюю школу, которых было в моём городе две, да, который сидел там с этими же людьми за одной партой, которого учили те же самые учителя и рассказывали, что такое хорошо, что такое плохо. У которого дома фоном играл тот же самый телевизор, да, в котором мы смотрели те же самые мультики, а когда наши родители там смотрели новости там на первом канале, то, соответственно, фоном так или иначе нас цеплял, да. Потом человек, который учился в том же самом университете, в обычном там региональном государственном университете. Почему там я, да, на меня там и ещё на какой-то там процент людей всё это не подействовало, а на остальных подействовало? Вот для меня нет ответа, я не знаю, как это построить. Что-то хитрожопы. В чём заключается моя хитрожопа? Ну, просто интеллект, и тебе, наверное, ты с хорошей семьей. Обычная средняя семья. Да, но я имею в виду, обычная средняя семья, может быть, нацистски настроена, может быть, очень светлых людей. Ну, может быть, но всё-таки, понимаешь, как бы, опять же, нацистски настроенная семья, что это такое? Вот пока не началась вся вот эта вот истерия именно военная, да, то люди-то в бытовом плане, там, не знаю, те же самые родители моих одноклассников, да, они вполне там люди примерно с таким же пониманием на бытовом уровне, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну, как только включается вот этот военный тумблер, вот отец моего там одноклассника, да, там, с которым мы там, ну, как общались, потому что родители наши хорошо общались, просто я с каких-то пор ещё, по-моему, до 24 февраля его, а может быть, после заблокировал, ну, потому что человек совершенно несёт какую-то полнейшую дичь. Да. Но твои родители не в Атнике, если я могу спросить. Смотри, у меня такая... Есть моменты? Нет, моментов как бы особо нет. Отец мой, просто он покойный, он в 2017 году, да, умер, он всегда был моих взглядов, да, может быть, во многом как бы, ну, как, там, было даже, знаешь, когда я начал заниматься активизмом политическим, там, начал в оппозиционных структурах сначала быть как волонтёром, потом это стало моей работой, отец как-то стал моих взглядов. У него, наверное, всегда вот это вот было на подсознании, ну, просто то же самое, там, эхо Москвы, радио Свобода, там, всё прочее, он не слушал столько, когда начал слушать, когда я как бы всё это притащил домой. То есть, он очень уважал Бориса Немцова, там, да, он, в принципе, был против Крым-наша всегда, ну, у него всегда было обострённое чувство социальной справедливости, его там ещё какие-то далёкие времена, он работал тренером по лыжным гонкам в обычной государственной спортивной школе, его там в какой-то момент уволили за то, что он там критиковал, что вот их заставляют там ходить на выборы, вот это вот все фальсификации, он с этим никогда не хотел мириться, он ушёл в бизнес потом после этого. А мама как-то, она была нейтральна, ей никогда всё это было неинтересно, как бы, да, то есть, она не интересовалась политикой, вот так вот, скорее всего. Ну, чтобы там как-то она активно топила в 2014-м за Крым-наш, такого не было никогда. А что сейчас, а я не знаю, потому что я не общаюсь. Я очень боюсь, как бы, знаешь, узнать вдруг, что мама поддерживает. Ну, это мама, это, ну, святое. Понимаешь, у меня жёсткая позиция, у меня принципы важнее, как бы, всех там вот этих вот родственных связей. Я знаю, что есть люди такой же позиции, как я, которые оборвали, как бы, всё общение с любым, неважно, мама это, там, папа это, бабушка, дедушка, если там они там за войну. Я знаю, как бы, другую категорию людей, для которых это сложно сделать, несмотря на все там разногласия, они всё равно поддерживают контакт, там просто, знаешь, говорят, мы политику вот не обсуждаем, давай сразу договоримся, говорят своим родителям. Не, я так не могу, для меня весь этот принцип, потому что, знаешь, я долго размышлял на эту тему. Я очень поддерживаю это в тебе, да. Я просто долго размышлял на эту тему после 24 февраля. Понимаешь, я к какому выводу пришёл? Окей, мы можем там продолжить общение гипотетически, да, там, ну, не затрагиваем политику. Вот общаемся, мы общаемся, да, со своими родственниками, а потом вдруг следующая цель России страны Балтии. И прилетает ракета в мой дом, да, или в соседний со мной дом. И что эти родственники будут говорить? Они будут говорить, что мы вас освобождаем. Нужны мне такие родственники, которые будут радоваться? Мне считают, что нет. Вспомнилось в начале инвазии какой-то русский пилот военно-космических сил бомбил свой же родной город в Украине. Ну, вот как бы к вопросу. Это за православие, за цель, а за народность? Опять же, знаешь, тут можно с фильмами, я сейчас, у меня другая аналогия пришла, с фильмами апокалипсисами про зомби, да? Да-да-да. То есть, когда мы говорим, что вот люди зазомбированы пропагандой, ну, значит, это зомби, это уже не тот человек, которого ты знал, это обличие просто того человека. Нужно принести крест. Да-да, а синовый кол нужно. Или чеснок. Да, я... Параллели. Нацистская Германия была поражена и оккупирована. Четыре оккупирующих рода войск, то есть американские, британские, советские и французские. Японию не надо было оккупировать, но ее представители покаялись на палубе американского эленкора Миссури, а с Россией. Ее же все-таки Кремль взять, то есть, Бабченко на Амбрамсе, это хорошо было бы, но насколько это вероятно, скажем, и через 20-30 лет? Ну, здесь же вопрос уже зависит от кого. От международного сообщества, мне кажется, насколько будет на это политическая воля, потому что, действительно, если мы там, да, давай рассмотрим разные варианты, там, что там есть украинская победа. Если мы рассматриваем под украинской победой деоккупацию всех своих территорий, выход на границу 1991 года, окей, сегодня это действительно может быть победа, но если в России все остается без изменений, то будет новая война с большой долей вероятности, как бы, да. Есть, конечно, вариант... Для меня, как бы, был идеальный такой вариант, как бы, срединый, да, если без вторжения и без захвата Кремля, то, не знаю, опять же, процитирует уже бабчинка, там, ров с крокодилами, да, и пусть она там, как Северная Корея, живет. Ну, то есть, вот я тоже всегда там в разговоре с людьми, которые поддерживают режим и которые, знаешь, в качестве аргумента, даже не в качестве аргумента, а в качестве такой иронии тебе предъявляют, да нахер нам вам нужны эти ваши, как бы, Макдональдсы. Я всегда отвечаю, чувак, да живите вы там хоть без Макдональдсов, хоть без туалетной бумаги, мне глубоко плевать. Почему вы хотите вот эту вот вашу жизнь без туалетной бумаги за свои границы вывести? Если это вот внутри ваших границ, пожалуйста, если вам это нравится, окей, как бы, я всегда за то, что там человек вправе распоряжаться своим телом, своей жизнью, и как ему нравится жить, так и живет, вот, как бы, да. Но по поводу того, о чем ты говорил, по поводу там вторжения, захвата Кремля, здесь нужна политическая воля международного сообщества, которой на сегодня нет, который не пахнет, есть российские добровольцы, да, в рядах в СУ, это, вот, кстати, у меня футболка русского добровольческого корпуса как раз, мерч, я просто, да, купил, чтобы поддержать ребят на аукционе, который я, кстати, одним из ведущих был, вот, Легион Свободы России, Сибирский батальон, которые политически провозглашают, как бы, такую цель, но мы понимаем же, что сегодня, это не дело там сегодняшних там и ближайших там лет, скорее всего, ну, потому что ресурсно просто невозможно теми силами, которые у них есть. Сама Украина, я в последнее время заметил, что здесь есть такой сдвиг в сторону того, что она не исключает, как бы, да, того, что она очень сильно хотела бы помочь, опять же, российским добровольцам вот это вот сделать, освободить Россию, ну, вот Буданов как раз месяц, наверное, назад. В Киеве, когда туда приехали часть представителей политической части оппозиции России, встретились с добровольцами, как бы, да, подписали мемораду о сотрудничестве, там Буданов у них как раз был по видеосвязи, а потом он в СМИ там украинском давал комментарии, и он сказал такую вещь, что эти ребята, прадобровольцев, да, помогают нам с самого начала войны, теперь пришло время нам им помочь. Это происходило как раз вот в марте, когда была операция на Белгородской и Курской области, которую проводили как раз российские добровольцы. И я тогда обратил на это внимание, потому что, мне кажется, это такой сдвиг политической оценки. То есть, если раньше Украина говорила всегда, что выход на границы 91-го года и все, планов куда-то идти в Россию у нас нет, то сейчас так завуалированно прозвучало, как будто бы, а может быть и есть. Ну, по крайней мере, может быть, не своими руками, но помочь мы готовы в этом. Я могу только представить себе, как это дико звучит для простого обывателя на Западе. На Западе, если это даже для меня, лучше знающего Россию, это кажется все-таки неисполнивым в ближайшие, наверное, сто лет, я не знаю. Ну, да, это как бы вопрос такой. Мы больше гипотетики, конечно, сейчас. Год спит, конечно. Я бы хотел затронуть с тобой, замечал ли ты когда-нибудь этот гипокрисис, этот двуличие русского нацизма? То есть, когда... Я 20 лет прожил при Совке, я 70-го года рождения. Я очень хорошо это все помню. И это было одной рукой. Они дают тебе информацию о том, что нацизм – это плохо. И мало того, нацизм – это плохо, это мы все знаем. Но национализм – плохо. Что такое национализм? Это вопреки тому, что в Совке людям в головы вбивали, что национализм – это плохо. Национализм, на самом деле, это хорошо. Ультра-национализм – это плохо. И вот литовские буржуазные националисты – это все фашисты. И сразу с другой руки они дают тебе текст прямым, просто незавуалированный. Они тебе говорят, что русский народ – это он... Сейчас они говорят, они богом наделен мессионизмом каким-то. Тогда они говорили, что... Ну, это в конце концов в гимне Советского Союза сплотила навеки Великая Русь. Это же нацизм чистой воды. Ты как чуваш и как россиянин, ты это замечал тогда, в детстве, сейчас? Да, слушай, я замечал это со школьных, наверное, может быть, не со школьных, со студенческих времен. Я бы сказал так. Знаешь, тут произошла, как мне кажется, такая двухэтапная ипсо российской пропаганды для того, чтобы все общество собственно и стало таким нацистским, напоминающим нацистское. Я прекрасно помню, меня просто судили неоднократно по административной статье за демонстрацию нацистской символики. Знаешь, есть такая статья в России, она, по-моему, здесь просто по-другому звучит. Ну, это коммунистические, здесь нельзя плюс. Да, у нас это сравнено. А там только нацистскую нельзя было. Публичная демонстрация нацистской символики, так она и называется. В чем дело? Я точно знаю, что ты спастику не носил. Я спастику не носил, но она появлялась периодически у меня на странице. Но, как и ты говорил, как у тебя с футболкой, контекст же важен. То есть, у меня может быть там какой-то репост осуждающий, знаешь, там... Ну, допустим, пример. Не футболка, там свитер. Да-да-да. Думаю, какая футболка? Да-да-да, свитер, да. Пример простой. Бывает история, когда на одном из футбольных матчей в России футбольные фанаты, по-моему, у Спартака, ну, неважно, какой это команды, в общем, у них появился вот этот вот нацистский фаг, фаг Третьего рейха. Вот. И все об этом писали, СМИ, как бы, да, там... И Борис Немцов тогда... Это было в его Ярославле, как раз, где он депутатом был в тот момент, не в родном, а там, где он избрался депутатом. Да. И он тоже какой-то написал пост, осуждающий, как бы, да. Я этот пост репостнул, ну, осуждающий, но это действительно плохо. То есть, что и гоню, понятно, там было, наверное, изображение с фастики графической, то есть, наверное, фотография. Была фотография вот этого сектора, да. И значит, и фашист. И значит, и фашист, да. Ну, то есть, они всегда вот так формально подходили к... Они же сволочи знают, в чем дело. Так они к политическим активистам всегда формально специально подходили, как бы, понимаешь, что... А, ну, вот это же публично демонстрировали нацистской символики. Вот. Я говорю, ну, тогда оштрафуйте все свои СМИ, которые об этом написали. Ваша же тоже об этом. Скажем, в нашем законе об этом, о запрете демонстрации советских, коммунистических и нацистских символов, есть оговорка в законе. То есть, это не распространяется на случай нумизматики, на случай информации, на случай художественного оформления, скажем, в кино. Так в России этого нет? Нет. Там, ну, слушай, я не знаю, есть ли там эта оговорка сейчас, да, в законе, или была ли она тогда. Может быть, и была, но о чем мы говорим? Закон как вышло, что так и вышло. Да, ну, я просто к тому, к чему. И люди, которые не сильно этим интересовались, они, может быть, и могли подумать, что, а, ну, понятно, он оппозиционер, так еще и нацист, как бы, да? Да, да, конечно. А я всегда людям говорил, я говорю, понимаете, как бы, нацизм же он не в символах, не в том, что ты вот там показал, не в этом вот нарисованном, как бы, не в татуировке твоей, а в действиях. И то, что там делает российский режим по отношению к своим граждан, тогда еще по отношению к своим, да, потому что не было ни Крыма, еще ничего, то вот это и есть нацизм, как бы. Важны же действия, важны не символы. А люди как-то считали, что вот раз у тебя свастика, то значит, ты нацист. А если у тебя ее нету, если ты риторически говоришь, что вот мы освобождаем Украину от нацизма, то это значит антинацизм. Но понимаешь, что произошло? Произошло-то то, что на втором этапе вот эта вот всякая свастика появилась-то у них в рядах российских добровольцев, которые сейчас герои СВО, и ничего, и обществу это нравится. И вот эта вот такая двухэтапная операция произошла, и теперь как бы вот... Они не признаются, что они нацисты, но по сути так и есть. Мы имеем в нынешние времена, то есть, я говорю о событиях старости, двухнедельной, наверное, когда высокие чины русской православной церкви, это звучит очень смешно, русская православная церковь, майаз, и там этот самый главный поп, они уже скинули всю вуаль, они уже прямым текстом говорят, что это святая война, что Запад это сатанисты. Просто уже более открыто, наверное, невозможно. Они же раньше говорили, мы против нацистов, а сейчас мы против всего Запада, потому что они сатанисты. А мы вот миссионисты. Это же навсегда. Да, мне кажется, в какой-то момент, я не знаю, кому, но кому-то там, может быть, самому Путину понравилась вот эта вот эстетика, эстетика нацизма, и они очень часто сейчас ее проявляют, это видно. Хугу-босс, это жена... Нет, Хугу я тоже ношу, как бы. Мы видели Медведева в костюме Вольфенштейна, такой кожаный большой. Бог мой, это же чистой воды, это просто графически напоминает. Да? Ну, вот там кому-то, может быть, самому Путину эта эстетика понравилась, ну, я не знаю, или кто-то там, кто приближенный, кто тоже там имеет влияние. Ну, а все остальные же, ну, раз такой тренд запущен, значит, надо его поддерживать. Путин, личность Путина, он же кулаком не машет, он такой типичный говнистый психопат, его речь, он дает, ну, вот в принципе, это же нельзя, это же что-то, ты бы хотел с ним очутиться в одной комнате безоружной? Ой, не знаю, опасно, мне кажется, ну, мне кажется, для него в первую очередь. Он может показать тебе прием? Понимаешь, как, наверное, еще лет 10-15 назад для меня было бы опасно, да, он показал бы прием, но все-таки где-то старенький уже. Ты никогда не можешь знать, может, у него есть этот самый палка-стучалка, я не знаю. Ну, я все-таки сейчас больше за него боюсь, если он со мной в одной комнате. Как ты думаешь, я склонен к оккультизму, но в форме юмора более, но в каждой шутке есть доля правды, и я думаю, что в какой-то мере это является правдой. Русская православная церковь, этот православный фашизм, именно с подачи этих высоких чинов русской православной церкви, что-то графически неправильно в этом. У этого попа, эта шапка, там как мешок паука, где много этих маленьких тысяч паучков. Это Константинопольская, это зараза. Ну, я сам сейчас звучу как фашист, я не знаю. Но все-таки этот оккультистский в качестве шутки, ты не видишь в этом, не разделяешь на мной ни в коей мере это? Может быть, знаешь, как-то, опять же, по ощущениям. Ну, то есть, для меня как-то всегда, опять же, вся эстетика русской православной церкви, она для меня как-то всегда была мрачна. То есть, ну, какова цель любой религии, и то, что они провозглашают, должны, по крайней мере, они же из добрых побуждений делают добрые дела, это что-то должно быть светлое. А для меня как-то русская православная церковь, это что-то темное. Правильно? Да. Есть такое, да. Я глубоко уверен сегодня уже, что эти бороды у попов, единственная цель выращивания таких бород, это для того, чтобы более высокостоящий поп мог бы в садомистском порыве нассать в эту бороду. Но, с другой стороны, православие не имеет этого двуличия гипокрисса, который есть, скажем, в католичестве. То я говорю о, как это, когда люди, когда все эти попы, ксензы являются инокентиями, то есть, невинными, как это называется, забыл это слово. И знаю, что я имею в виду, им нельзя иметь жен, что... Обет безбрачия. Обет безбрачия на русском, да. Скажем, у протестантов этой дурости нету, протестантский ксенз может иметь жену или друга. У православных это тоже есть, но у православных бороды, но это уже отнимает тоже. Ну, ладно. Ты знаешь что-нибудь, слышал? Давай поговорим о... Мы упомянули Бабченко, давай распространим эту тему более. Я многим говорю, что я самый настоящий бабчинкист. Несмотря на некоторые его моменты, с которыми я не очень согласен, я все же считаю его одним из очень немногих, которые очень правильно рубят правду. Что ты думаешь о нем? Я даже немножко с знакомствами, ну, по крайней мере, бывал у меня в эфирах несколько раз. Когда здесь был в Литве, да? И когда здесь был, да, и онлайн тоже, да. Я его читаю, часто с большим удовольствием. Не знаю, как бы... Ну, я во многом, не могу сказать, что, опять же, тоже как ты, да, полностью согласен. Но во многом все, что касается, когда он пишет о россиянах, да, очень так критически, я во многом согласен. Но, опять же, потому что я говорю, что вот это окружение, оно же было как бы, да, меня всегда окружало. Я же там всегда жил. Я там никогда особо комфортно из-за этого не ощущал себя. То есть, чувствовал себя всегда не в своей среде. Поэтому в этой части я с ним, конечно, согласен, что все-таки есть истина какая-то определенная в выражении о том, что каждый народ заслуживает своего правителя. А ты согласен с этим в основном? Да, во многом согласен. Это straight forward, то есть, это бело-черное, но все же это скорее правильно, нежели нет. Ну, скорее правильно, потому что эти же люди, опять же, о чем мы говорили, они же поддерживают его. Да-да-да. И им это нравится. То есть, люди, которые, я, на мой взгляд, я абсолютно Это я к вопросу, извини, да, это я к вопросу о том, что нужно ли там жалеть россиян там, да, и так далее. Я как-то вот, я опять же смотрю, знаешь, сейчас, ну, вот по работе мне же приходится, среди новостей, смотрю, как там затапливает там Орск, там Оренбургскую область. Смотрю, как люди там плачутся о том, что вот у нас все затопило, такие маленькие компенсации, это позор. А потом следующее видео, они там стоят. За Путина. Путин помогает. Вот не жалко, вот нисколько не жалко по этому. Да-да-да, я очень абсолютно с тобой согласен. И этот ров с крокодилами. Бабченко, в принципе, был одним из очень немногих, которые просто так резко и так правильно говорили об этом. Девиация Арестовича, ты следил за ним? Ну, да, в общем-то так. Я до сих пор являюсь в некоторой степени его фаном, потому что человек, ну, чрезвычайно хорошего слога и начитанный, и просто приятно слушать. Но когда он начал это увилять с той, скажем, вектора, я просто не стал его слушать. Я не хочу больше себе это самое настроение получить. А ты что думаешь? А мне кажется, это простое объяснение. У меня простое объяснение, собственно. Просто когда ты его слушал, когда я его слушал, мы слушали Алексея Арестовича, советника Офиса президента Украины. Сейчас Алексей Арестович вольный блогер и волен говорить то, что угодно. То есть, когда его стримы были в статусе советника, то понятно, есть определенная стратегия, есть определенные цели, поставленные перед ним, которые он должен вносить. То, что сейчас примерно, собственно, выполняет Михаил Подоляк, который у меня каждую неделю в эфирах тоже бывает. Какой... Вот. А? Вот. Вот, да, вот. Я же говорил, оно еще прозвучит, но я не рада. Продолжай, сори. Опять вот, видишь? Сейчас буду зацикливаться на этом. Ничего не надо. Какой Арестович реальный? Как бы тот или этот? Ну, наверное, этот. Тебе доводилось с ним общаться? Нет. Подожди, доводилось один раз. Но, опять же, в статусе, когда он был советником, общаться и то, не то чтобы это он был у меня на интервью, у них был такой стрим, дискуссия с Гарри Каспаровым онлайн, а меня просили это дело промодерировать. Не то, чтобы я там задаю им какие-то вопросы, а просто на случай, если технически как-то что-то, чтобы я заполнил эфир с собой. То есть, я поприветствовал, представил их, они дальше в вольное плавание пошли, и потом в конце я попрощался со всех, поблагодарил зрителей. Вот так вот у нас был онлайн на троих, можно сказать. Латынина. Я не могу употреблять ее материал, но когда мне доводилось, я просто не мог отбиться от чувства, что это комедия, специально кем-то хорошо срежиссованная и неплохо выполненная комедия, но за этим стоит нечто более темное, на мой взгляд. То есть, очевидно, что я ее негативно воспринимаю, а что ты думаешь о ней? А ты видел последний пост Бабченко, как раз он про нее написал? Нет. Это в Твиттере? Я в Телеграм-канале подписан на него, там просто в Телеграм-канале же Лонгриды можно больше написать. Там дело в том, что Латынина написала просто предысторию, потом вернемся к твоему вопросу. Латынина написала статью, так можно, наверное, сказать, такую программную, о том, что Европе грозит хаос, в том плане, что Black Lives Matter, мы знаем, что Латынина на правых таких взглядах, скорее всего, сторонница республиканцев и так далее. В общем, за ливизну она критикует Европу и говорит, что это добра не доведет, грозит хаос. Но Бабченко написал, что вот я во многом с Латыниной не согласен, даже в этой статье, в этих двух вещах. Но в целом, конечно, прогноз я абсолютно поддерживаю. Говоря о Латыниной, я тоже не герой моего романа. Не твоя чашка чая. Да, не моя чашка чая. Особенно мне... Я просто скажу, наверное, то, что мне в последнее время не понравилось. Я не слежу, как бы, я не смотрю ее стримы. Иногда где-то там до меня просто что-то доносится. Или я ее слушаю, когда она там где-то на другой площадке может быть, как бы, да, то тогда я могу тоже ее послушать. Вот. И мне не понравилась, во-первых, это последняя история с терактом в Крокус-Сити Холле, когда только по горячим следам, когда еще ничего не было известно. Она написала в Твиттере, по-моему, о том, что это Украина. Ты не видел этого, да? Она, правда, потом извинилась, когда более детально подробности стали известны. Когда выпила 3 литра с марганцовкой и прочищила свой тот самый желудок. Да. И, кстати, Михаил Ходорковский тоже по горячим следам написал. Он не написал, что это Украина. Он написал, как любит Михаил Борисович, так абстрактно, знаешь, но там просто из этого абстрактного напрямую следует о том, что он не исключает того, что это может Украина. Меня тогда еще заделал, господи, ну, почему? Вот что это за проблема российской оппозиции? Почему вы даже на уровне подсознания как-то готовы допустить, что это могла сделать Украина? Это, наверное, какой-то комплекс, поскольку вы, Россия как государство, россияне в большей части как поддерживающие это государство способны такие вещи производить. И вы как-то автоматически, видимо, проецируете, ну, что значит, и Украина же тоже могла. Михаил Борисович тоже, правда, извинился потом, когда стало больше об этом известно. И второй момент, который мне не нравится у Латынина, это ее критика российских добровольцев, опять тех же самых. А, это кощунство, на мой взгляд. Кощунство, я думал, скажешь кощунство. Кощунос. Кощунос для тех наших русскоязычных друзей, которые смотрят, я введу в контекст кощун, у нас это фамилия нашего министра обороны, кощунственный человек. Говоря, ты затыкнулся о левацкости европейской, но всеобщей, мировой, кто бы упорствовал? Конечно, масштабы были достигнуты просто потрясающие. Давайте будем не фондировать полицию, как это, Black Lives Matter и все это. И мы имеем цивилизационный на Западе противостояние, большой конфликт. И, скажем, этого результатом я вижу противостояние трампистов и байденистов. Это просто очевидно. Но, с другой стороны, я как оптимист, я верю, что маятник движется уже в обратную сторону. И это думающие, молчаливое большинство все-таки набирает сейчас силу. Или я просто пусто верю в это и хочу себя... Мне кажется, все гораздо сложнее. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты наверняка в качестве примера, можно сказать, выборы в Нидерландах, когда пришли. Или ты не об этом? Не об этом. Я имею в виду, что это ультраправый сентимент, который можно было бы условно назвать протрамповским. Да. Что набирает силу, я чувствую это, во всяком случае в нашем обществе, в Литве, набирает силу, это молчаливое большинство, которое не ультраправое, не ультралевое. И дай бог, чтобы это было так и в США, и в Западной Европе. А, ну... И об этом и хотелось. Вот я не знаю. Тут, мне кажется, в каждой стране здесь будут свои тенденции. Ну, давай вспомним, опять же, Словакию. Вот сейчас вот Пелегрини выиграл. Вдобавок к ФИЦу, как бы. Ну, а с другой стороны, там, я не знаю, опять же, про Нидерланды, про которые я сказал, там вроде бы тоже вот, как говорят, ультраправые они, которые пришли, но тем не менее, это не повлияло пока на поддержку Украины. Та же самая Италия. Италия, да, конечно. Они, опять же, разные же, там, правые, ультраправые, может быть, ультралевые. Хотя ультралевых, вот я не знаю, кто бы так вот прям поддерживал Украину. Они как-то, мне кажется, больше такие пропутинские. Ну, а если мы говорим-то о Литве, ну, у нас... В Литве у нас ультраправые. Я извиняю, что перевариваю, ультралевые, будучи идиотами по определению, потому что они ультралевые, все же в нашей стране, в Литве, они проукраинские, потому что это генетическая память. Да, 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 у нас в целом. Хотя, опять же, у нас вот новое правительство, через полгода оно будет левое. Ну, понятно, что социалы демократы. Ну, конечно, социалы демократы. Не, не, это самое, не говори гоп, не перепрыгнуешь. Я там подтягиваю всякие струны. Ниточки? Да, да, да. Еще посмотрим. Хорошо. Кощуна в твоем кресле сидел. Да, я знаю, я смотрел этот эфир. Я серый кардинал. Кстати... А кем я тогда выйду после твоего эфира? Кем я стал? Ты получишь министра без портфеля. Окей. По отношениям с Чувашией. Говоря о твоем портале, о Дельфе сегодня, я говоря, ну, продолжая контекст, сегодня этот самый Валентинович Узвитутас, я только из-за его кляузовой статьи, где он там злился, что Кощунас упомянутый стал министром и так далее. Я только из-за него статьи сегодняшней узнал, что есть такая вещь, как неонационализм. Я тогда погуглил, что такое, и это, ну, наверное, справедливо, что такое понятие нашлось, и он в себе аккумулирует такие вещи, как нативизм. Я смотрю, что это такое нативизм. Нативизм оказывается, когда ты или я, в данном случае я, потому что я тут гражданин в этом стране, я хозяин, ты не молчи. Я могу говорить, вот этот мигрант-иммигрант хороший, этот плохой. То есть, это, само собой, такой взгляд, он неправильный, если мы поверим автору этой статьи. Но, будучи людьми мыслящими, мы знаем, что вот тот иммигрант может быть плохим, этот может быть хорошим. Если тот иммигрант приехал сюда в страну и сморкается на тротуаре, а тот этого не делает и помогает старичкам, этот хороший иммигрант, а тот плохой. Что в этом плохого? Ну, ты даже спрашиваешь у меня, как будто я автор этой статьи. Да, но ты поверил в этом, потому что он в твоем портале написал? Ну, да. Ты мог бы поднять руку и сказать, вступиться, я не допущу, чтобы эта гнида левацкая в моем портале, в моем Дельфе писала. Понимаешь, дело в том, что я же сразу, давай вот точки на дыр оставим. Я не штатный сотрудник Дельфи, я там автор, я имею свою авторскую передачу в YouTube-канале, и даже к сайту кварталу именно, как к сайту я особого отношения не имею. У меня вот есть свой эфир, одна часовая передача в день, я ее веду. Поэтому, что там происходит в редакции... Дмитрий, я же шучу. Я понимаю, да, я просто статью Валентиновича, я даже и не читал по этому. Вообще, давай-ка расставим точки нады по поводу кощунцы, по поводу предъявления какого-то прошлого, что он чуть ли не с кинкредом был, с АФД дружил. Ой, я всегда говорю по этому поводу. Слушайте, вот я, когда мне было 15 лет, когда я учился еще в школе, я был таким неформальным подростком, всегда с неформалами, с панками разными. С футбольными фанатами и так далее. Я в какое-то время вообще читал как бы Лимонку. Ну, ты знаешь, это НБП, там Лимонов, тот еще... Как его назвать? Вот как бы ты его назвал, хоть он и покойный? Эдуарда Лимонова? Тот еще нехороший человек, я скажу политкорректно. Тот еще имперец. А Лимона? Да, а Лимона мы сейчас говорим. Ну, это нацизм был. Ну, я вот читал, мне нравилось как бы Лимонка не идеологически, то, что они имперцы, а это у них как бы всегда было. Я понимаю, куда ты помнишь, но все же... Я понимаю, да, но давайте теперь мне предъявлять как бы за это и хейтить. Мне кажется, это вот... Но я хочу сказать, что есть не зря, есть такое понятие как legal age, то есть до 18 ты можешь это делать, а после 18 уже нельзя. А Лауринес, я его оцениваю, как ты, наверное, заметил, очень хорошо. Но все же, все же он был с этими нечистями, когда он уже был 18+. То есть, это все-таки скелетный вошков. Да, ну, я согласен. Мне бы хотелось, чтобы он сам как-то что-то про это прокомментировал. Так он много очень об этом говорил и тут, и везде. Просто эта тема настолько исчерпана, и он так хорошо себя зарекомендовал в последние годы. То есть, ну, я в соцелой ему доверяю, и возвращаясь к этой статье, я напоминаю, что это просто спекуляция, но это не очень честно. Человек смыл тот позор, на мой взгляд. Ты знаешь, для меня вообще во многом такая вот сейчас линия раздела 24 февраля. Для меня во многом стирается там то, что было до, а с коченцем так уже и подавно. Но опять же, возвращаясь к этому, давай я ее переведу сейчас на тему российских добровольцев. Русский добровольческий корпус, футболка которого на мне. Можно же много услышать от того же Виктора Шендеровича или еще какой-то части либеральной российской оппозиции, что они же нацисты. Понимаешь, в этом есть правда. Когда-то они там тоже в подростковом возрасте были такими субкультурщиками, некоторые из них как бы скинхедами. Вся эта среда вообще, если мы начнем так-то говорить, она как бы пришла в качестве добровольцев на фронт из футбольно-фанатской среды. А футбольные фанаты – это всегда либо ультралевые, либо ультраправые. Это во всем мире как бы так. Не бывает каких-то, если мы говорим о субкультуре ультрастам, да, около футбола. Я крепко, извиняюсь, мой телефон начал пищать. Извиняюсь. Да, продолжай. Ну и что, давайте мы сейчас будем им это предъявлять. А тогда я помню как-то тоже в каком-то из эфиров, когда я услышал вот эту вот дикость для меня от Виктора Шендеровича, вот обвинение, что они там все нацисты. Я еще предложил, не ему, конечно, потому что не он у меня был в эфире, а вот с кем-то вот так тоже стримили. Я говорю, ну тогда Виктору Шендеровичу стоило бы этот ассоциативный ряд продолжить и через запятую сказать то, что полк Калиновского – они нацисты, потому что это тоже околофутбольная ультраправая среда. А потом поставить запятую и сказать, Азов, третья штурмовая украинская – это нацисты, потому что это тоже околофутбольная ультраправая среда, когда они в 2014 году приходили в… Я имею несколько предложений для таких молодых умов, как ты, как отбивать такие инсинуации. Первый – примитивный, правовой. Они сотворили что-нибудь, что влекло бы по нормальному законодательству нормальной страны, как выпад какой-нибудь административное право или уголовное нацистского толка, где они что-нибудь сделали такое, за что чревато. Но это примитивный подход. Можно копать глубже. И, конечно, этот пример с футбольными фанатами, которые начали реально первыми защищать Украину в 2014 году. Давай мы здесь помним и Тадоса Тумаса, наш литовский добровольец. Пух и прах ему. Но гораздо более хорошим примером был бы тот самый уважаемый мистер Уинсон Черчилл, который когда-то, будучи ретроспективно нам легко говорить, что он плохо делал, но тогда это выглядело по-другому, он восхвалял, и ему казалось нормальным положение вещей фашистской Италии, муссолинской, так значит, он тоже нацист был. Вот так получается. Ну да. Вот я на вооружение тебе... Да, да. Я просто говорю, вопрос же в контексте. Да, конечно. Понимаешь, мы можем, конечно, называть РДК, полк Калиновского, Азов нацистами, но давайте точки надыра ставим. Это мы опять возвращаемся с того, что для вас нацизм в каких-то символах. А для меня он в действиях. Вот Россия действует, как нацистское государство. А эти ребята защищают Украину от агрессора. Вот и все. Вот и вопрос о том, кто нацист, а кто нет. Ты мне ответь, Коля, уже такой наглый. Почему? Давай поиграем мы в игру. Допустим, я какой-нибудь рядник Словакии, или же помесь рядника Словакии и Роджера Уотерса. То есть, я на полном серьезе, веря в это, распространяю сентимент, который заключается в том, что войну остановить можно тогда, когда не будем давать оружие для Украины. Нормальный человек, психически нерасстроенный человек понимает, что Украину, если поддержать вооружением, то, может быть, Украина выиграет и останется вне геноцида, который потенциально ей угрожает. Но вот перед тобой рядник, скажем, Братиславы с модными штанами от Роджера Уотерса. И что ты ему говоришь? Понимаешь, не получится у нас играть в эту игру. Я, знаешь, на стакан сразу посмотрел. Да. Я тебя сейчас... Нет, я посмотрел, я продолжил. Я не просто так посмотрел. Вообще для меня тоже, опять же, после 24 февраля все дискуссии с людьми, ну, вот с Роднеком из Словакии или, не знаю, с Ватником из Литвы, как бы, да, для меня они все закончились, они бесполезны. Стоп-ручина, да. Они бесполезны. Ты не убедишь человека никак. Поэтому я стараюсь вообще не находиться в одном пространстве с такими людьми, потому что, знаешь, это чревато, опять же, я не знаю, кто кого побьет, но кто-то кого-то побьет. Я просто не знаю, кто против меня будет поздороветь. Ну, ты поздоровеешь, ты меня наверняка осилишь. Мне нельзя, меня это самое, на пароле, чтобы никого не трогать. Ну, то есть, это просто может перейти в мордобой. Ну, потому что, я не знаю, а какие еще аргументы? А как если просто иметь чисто человеческий восторг от того, что ты такого дурня можешь потроллить и наблюдать, как он сходит с ума? Это нужны крепкие нервы, как у тебя у меня как-то. Не, иногда, я раньше так практиковал тоже, но после 24 февраля у меня не хватает нервов просто на вот это вот все общение. Ну, то есть, если мы говорим о... Лучше созидачно-нибудь, время для этого. Да, да. Если мы говорим об информационном пространстве, о социальных сетях, то у меня сейчас просто никакого там спора, бан и все. Если мы говорим о реальной жизни, то, ну, не знаю, может тут это, может плохо закончится. Как минимум оскорблениями на словах, послать, знаешь, эй, кто там на три буквы, или там чего еще похлеще. А если мы будем говорить об овечке, которую можно выпроводить в нормальном векторе, то есть, если ты хорошая немецкая овчарка, нет, если ты библейский пастух, и у тебя не редник из Братиславы, а его, скажем, двоюродный брат, которого можно переубедить, что бы ты ему самым первым сказал? Хорошо, хороший вопрос. Я обычно на такие, знаешь, бытовые стараюсь, на бытовой пример спроецировать всю нашу геополитику. Вот недавний разговор у меня с одним из моих знакомых, который, знаешь, там такой этот, ну, вышибал, охранник в ночном клубе. Баунсер. Да. То есть, человек, который там на бытовом уровне, у него есть понимание там добра и зла, да, он, понятно, там не за войну, но у которого там все, что заходит уже в какие-то там геополитические размышления, у него вот так вот, ну, надо договориться, ну, неужели никто не может с Путиным договориться? Американцы тоже все время воевали? Ну, или это, да. Аккупировали. Или это, да. Ну, простой пример, я говорю, слушай, ну, вот смотри, что ты имеешь в виду договориться? Вот у тебя есть квартира, да? Ну, надо вот на бытовом таком уровне объяснять. Как Ленин? Да. Который был близок к народу, да. Вот часть твоей квартиры как бы, да, занял там, не знаю, сосед там или кто там, человек с улицы пришел как бы и сказал, это моя квартира, все. И ты, как, ты бы хотел, чтобы пришел полицейский, да, которого ты вызвал, чтобы он с ним договорился, чтобы бы зафиксировали вот так вот линию разграничения, или он чтобы его выгнал из твоей квартиры как бы, да? Наверное, ты бы хотел, он такой, ну, да, конечно, хотел бы. Это очень важный момент, твоя квартира, это же имущество. А сейчас, понимаешь, я им говорю, а вот сейчас как бы на месте вот квартиры, да, человека, собственника квартиры, который захватили, Украина. И вот ты почему-то хочешь, чтобы Украина как бы, да, она согласилась на то, что а свою-то ты не хочешь, чтобы у тебя отжали, а Украина, нет, не получится. И украинцы, я их понимаю, они не хотят, они хотят освободить свою территорию, но то же самое. Ну, вот я просто к тому, что на таких бытовых примерах надо объяснять. И вот для тех, кто там колеблющийся, да, ну, может быть, да, что-то может дойти. По крайней мере, совместно, они там соглашаются. Ну, логично, да, возразить нечего. Я вспомнил, как называется то, что ты назвал внебрачным, это самое, как ты сказал? Обет безбрачия. Обет безбрачия, так это целебат. А, да, точно есть, да. Просто слово, улетучилось, когда нужно было. Как ты думаешь, когда это все закончится, я имею в виду, инвазия в Украине? Не скоро. Пророчеством займемся, не скоро. Не скоро. Ну, а я не вижу просто никаких пока выходов. Ну, то есть, как, Украина может это закончить с западным оружием. Не вижу я пока политической воли на поставки необходимого западного оружия. Не то, чтобы необходимого, чтобы этого закончить, а уже сегодня как раз читал о том, что Патриот фактически все, боеприпасы к ним практически на исходе. То есть, у Украины уже заканчивается то вооружение, которое необходимо для обороны, не для наступления. Поэтому пока... Знаешь, есть, опять же, есть тут у некоторых опасения по поводу Трампа. Люди же делятся на два лагеря, скорее всего. Те, кто считают... За целебаты, которые против целебаты. За Трампа и за Байдена, да? Нет, есть именно на Трампе давай сконцентрируемся, если сейчас фокусируемся. Есть люди, которые боят своего прихода, потому что он перестанет оказывать помощь Украине, выйдет из НАТО и так далее. А есть люди, которые тоже за Украину и против России, которые, наоборот, хотят его прихода, потому что он этот вопрос более активный, чем Байден решит. То есть, Трамп это такой психопат, который не позволит себе быть в нижнем положении, он все равно выиграет против Путина, потому что он такой. Да. И в этом есть рации? Есть рации. Я в этом плане, поэтому где-то посередине, скорее всего. Я не являюсь таким Трамп-фубом. То есть, я не считаю, что с его приходом все, пиши, пропало. И мне бы хотелось, чтобы он, когда придет, чтобы он стал тем самым психопатом, который вот описал. Вот тогда это может закончиться быстрее, конечно. Если мы будем верить одному из его людей, его окружения, который рассказал, что тогда, когда это было в 17-м, в 18-м году, когда американские войска разбили Вагнеровцев. Вагнеровцев. В Сирии. Это, если верить тому человеку, его окружения, он сказал, что Трамп отдал приказ их всех к черту перебить. То есть, это был такой черчилльский взгляд. Да. Ну, я не знаю, я не понимаю, почему нынешние европейские лидеры боятся вот такого вот, знаешь, нет у них в голове, всех их к черту перебить. Но вот Макрон как-то более-менее радует в последнее время, но тоже еще далеко как бы до Черчилля. Но в правильном направлении пошел степ-бай-степ. Поговорим давай о чужом монастыре и устав свой. Мне как обитатель этой страны, как гражданина, как налогоплательщика, мне неприятны некоторые моменты, которые ни в коем случае не о тебе говорю, но я говорю о некоторых российских гражданах, которые живут здесь, получив приют здесь, сейв-хейвен, они, на мой взгляд, себя ведут некрасиво. Например. На мой тоже. На мой взгляд тоже. Например. Не забудь, что мы не только с тобой говорим, мы для напомним. Например, меня взбесило, честно говоря. Это было года два, наверное, назад, когда наше законодательство, наше правительство решило, что лицам, которые живут здесь на вид на жительство, на них не распространяется право ношения оружия. Concealed carry. И это не распространяется на людей, то есть им запрещается людям из стран, которые являются странами агрессоров, то бишь Россия и Беларусь. И это, на мой взгляд, это совершенно нормальное положение, которое ни в коем случае не конфронтируется с правами человека. Мы здесь, в этой стране, и так достаточно трудно получить это право. Нужно дать справку, что ты не псих, не алкоголик, и так далее. Но некоторые здесь резидующие товарищи граждане России начали тут поливать, в принципе, грязью эту страну, что это банановая республика, и что это уже начинается сегрегация, и завтра русских уже тут чуть ли не под тротуаром не будут пускать ходить. Что ты об этом думаешь? Ну, я абсолютно... Ты видел эти всплески? Да, конечно, слушай, я видел. Это и вообще все эти дискуссии по поводу закона об ограничениях, который, кстати, кочевнулся во многом говорящей головой этого всего. Поэтому он у тебя и был в эфире, между прочим. Да, да. Вот. Я к этому всему отношусь плохо, сразу тебе скажу, потому что... Я вообще, понимаешь, моя проблема... Я тебе сразу, когда мы ехали, я сказал, что я, может быть, там, нетипичный представитель россиян, потому что я-то себя ассоциирую уже давно, еще до войны, как бы, да, что... Ну, ты не православный, ты сатанист, это все понятно. Да, и литовский журналист. Да, конечно. Хоть и на русском языке, но я все-таки больше литовский. Ну, это крестно тебе все. Все. То есть, я себя ассоциирую как житель Литвы и интересами Литвы, как бы, ее безопасностью живу, поэтому эти вещи мне тоже не нравились во многом. Понимаешь, это такой вопрос имперскости, мне кажется. Именно. Вот даже среди российской, там, либеральной оппозиции. Это мы вспомним, к слову, даже дождь, хороший пример был в Латвии. Да, конечно, наши мальчики, да. Да, да, да. Почему-то, вот знаешь, для меня тоже непонятно, почему вот эти вот ваши мальчики, да, а вот РДК, там, и Легион, они вот не ваши мальчики. Вот если бы вы сказали, что они ваши мальчики, то окей, супер, два лайка бы поставил. У меня был пример такой. После, в первый месяц, наверное, да, это было сразу по горячим следам после 24 февраля, когда сюда начали как раз-таки многие российские журналисты, оппозиционеры приезжать. Со многими из них я был в очень хороших и теплых отношениях до Инвазии, когда я в России жил, и когда уже здесь жил, когда еще не было агрессии, вторжения. А тут они приехали массово так. Я сейчас просто про одну из редакций говорю, которые отсюда вещают из Литвы, не буду уж называть. И меня позвали на их вечернюю тусовку. Ну, только они приехали, я там ноги действительно не видел, хотел, знаешь, поболтать со многими вживую, выпить немного. И в какой-то момент вышли покурить, и, во-первых, я слышу так со стороны, о чем они между собой говорят, а потом вышли покурить, я опять слушаю. Но вот этот вот имперский нарратив, он у меня был крайне неприятен, ну, знаешь, вот мы приехали тут с Москвы, как бы, со столицы, ну, в деревню какую-то, вот здесь даже магазины там, да, только до восьми продают, ну, это точно там какая-то деревня, как бы. Я, конечно, ничего не сказал, но больше с тех пор я себе вообще дал такой зарек, что я стараюсь там в компаниях россиян появляться только по рабочим моментам. Ну, там, за исключением нескольких там исключений. Нет, если я правильно понял, ты говорил о людях, которые нашли убежище здесь. Да, да, да. Ну, те люди, которые, наверное, сейчас, знаешь, сейчас, наверное, много у них позиция в лучшую сторону изменилась. Дай Боже. Да, я думаю, это было вот только они приехали, и такое вот, они, может быть, думали, что это ненадолго, сейчас месяц пересидим там, да, а тут, знаешь, она могла измениться не потому, что они стали вдруг хорошими, а потому, что это прагматически, ее нужно было поменять, потому, что мы здесь надолго. Ну, я себе как бы зарекся, я стараюсь в компаниях россиян не появляться только по рабочим моментам. Я лично очень, я терпеть не могу такие вещи. То есть, если, вот то, что ты рассказал, я так и вижу это. Мы тут из большого многомиллионного города Москвы приехали... В провинцию. Кстати, приехали в столицу Великого княжества Литовского, если что. Да. Ну, и опять же, я говорю, есть там один, два, три, может быть, исключения, с которыми я общаюсь, и которые там до сих пор мои друзья, россияне, которые здесь. Да, да, да. Это, как правило, люди, которые лет 10 назад сюда приехали. Окей. Встречал ли ты, или тебе казалось, что встречал, расскажи, если можно, людей из России, которые, притворяясь оппозицией гонимыми и, прекрасно говоря, на литовском языке, на твой взгляд, являются спецсослуживцами? У меня просто никого нет из там близких, знакомых, россиян. Ну, не перекрестикались ли дороги? Кто бы прекрасно говорил на литовском языке. Если человек ГРУшник или ФСБшник, то у них просто надо сдать экзамен на литовский язык очень хорошо, чтобы они тут могли делить нормально. Ну, во-первых... То есть, мы говорим о профессионализме, да. Не, во-первых, я не встречал, потому что я сейчас вспоминаю, а кто у меня из такого окружения близкого достаточно говорит хорошо на литовском. Ну, все в какой-то степени, может быть, говорят, как я, на каком-то бытовом уровне, но вот прям, чтобы хорошо, я таких не знаю. Вообще, это палка о двух концах, понимаешь? А что, не учить язык-то, чтобы тебя не заподозрили в шпионстве? То есть, не учишь плохо, выучиваешь подозрительно. Я тебе скажу прямо, может, я не прав, но если я увижу или увижу когда-нибудь человека из России, который почему-то в течение двух лет выучил литовский, но очень хорошо, мне странно будет. Возможно, это моя паранойя. Окей, хорошо, что я не выучил очень хорошо. Нет, ты всегда можешь... Человек, который хорошо владеет чужим языком, очень может хорошо притворяться, что он им владеет плохо. Ну, да. Для этого нужно хорошо владеть. Как ты смотришь... У нас сейчас в обществе, ты видишь это, разумеется, и сейчас не то чтобы паника, но звонок тревоги, и я стою на первых фронтах этого звонка, звучание как можно громче, особенно по отношению к варварам из Республики Беларусь, что тут у нас очень много, и наши спецслужбы просто не могут физически управляться с массой людей, которые в Вильнюсе делают так, что тут просто кишмя-кишмит шпионами, иначе быть не может. Я очень долго сформулировал вопрос. Ой, больная тема литвинизма, ты туда подталкиваешь? Не только, не только. Давай на две измерения. Первое, нам, литовцам, страшновато, что здесь очень много становится русской речи, натурально. И я думаю, что тут очень много людей, которые служат ГРУ и ФСБ. Да. А с другой стороны, мы имеем и литвинизм. Давай сначала о первом. Давай о первом. Да. Сначала такая в качестве ремарки, знаешь, шутку такую расскажу. Шли по Вильнюсу со своим как раз другом тоже из России, который там, вот который не имперец, с которым я хорошо общаюсь до сих пор. И я говорю, слушай, в Вильнюсе одна сплошная русская речь кругом. Давай хотя бы мы с тобой по-литовски будем говорить, чтобы как-то отличаться. Ну, это так, в качестве шутки. Да-да. Проблема шпионов. Да. Ну, наверное, она есть. Ну, как я уверен, что она есть. Что есть различные шпионы, и российские, и белорусские, а тем более, что они сами говорят, что это союзное государство, то это, собственно, одни и те же спецслужбы, как мне кажется. Как и белорусские спецслужбы со знаком качества. Качество, да. Именно так. Ну, я не знаю, понимаешь, а как ее решать? Полным закрытием границ? Я вообще не против, как бы, давайте полностью закроем. Я вообще как бы за радикальные меры. Я совершенно не понимаю, опять же, россиян и белорусов, которые ездят в Россию и Беларусь, живя здесь. Вот реально не понимаю. Даже не только живя здесь. Это подозрительно и очень мягко скажем. Ну, это странно. Мягко скажем, это странно. Да, да, да. Хотя бы из-за своей же безопасности. Да, да, да. Что ж туда ездишь, как бы, да. И для меня совершенно не аргументы, вот когда я слышу, опять же, возражения, там, диаспор, там, российских, белорусских по поводу всех ограничений, там, которые хотят, хотели на них наложить, там, частично наложили. Аргумент о том, что, а как мы там будем видеться со своими бабушками или, там, наши дети, точнее, со своими родителями или, там, наши дети со своими бабушками. Я всегда, знаешь, мне хочется ответить. Ребята, я вообще-то 6 лет не виделся, и ничего, еще столько же готов потерпеть, если это надо, как бы, для сохранения, черт возьми, этого мира, да, если мы глобально говорим. Да, да, да. Ну, тоже себе аргумент, как бы, а как мы будем видеться, уж извините, вы либо крестик снимете, либо трусы на ней, тогда оставайтесь там и видьтесь. Да. Тут, как бы, сейчас у нас нет третьей альтернативы, да, мы реально живем в черно-белом, как в мире. Да. Вот, поэтому это все опасно, поэтому я говорю, я не против, как бы, закрытия границ, и мне кажется, с Беларусью рано или поздно закроют, я прогнозирую. Идет как бы. Ну, мы имеем как чумно. Ну, вот теперь уже другими делами занимаются. Ну, да, да, да. Да, а литвинизм, тем из нас, тем из вас, которые видят эту передачу, не имея ничего общего с Литвой, я расскажу вкратце, что такое литвинизм. Это лженаука, как мне видится, может, я не прав, по которой Великое княжество Литовское, вся ее история этого княжества, все заслуги начать этого государства отходят от литовцев белорусам. Белорусы наследники. Если так грубо, да. Но я не являюсь ультранационалистом и являюсь человеком, который любит историю и много об этом интересовался. Я скажу, что мне лично нисколько не жалко, что некоторые исторические деятели этничества, которые сегодня мы назвали бы белорусским, то есть русины, предки сегодняшних белорусов и украинцев, были действительно очень крупными фигурами в Великом княжестве Литовском. То есть welcome белорусский субстрат и в heritage, и в историю. Но литвинизм, особенно агрессивный литвинизм, ну агрессивный я уже говорю о том, что они хотят себе Вильнюс взять, потому что Вильнюс, это Вильня, оказывается, белорусский город. Ты, со стороны, тебе эти вещи как выглядят? Да, расскажу. Да. С одной стороны, проблема, мне кажется, очень сильно натянута. Ну, то есть, когда мы говорим про литвинизм, наши службы говорят о том, что это вот-вот проблема, вот белорусы, у них сейчас популярна эта идеология. Эта идеология есть, наверное, но она... Я просто, знаешь, я своего опыта говорю, потому что я работаю с белорусами, у меня есть в качестве там еще одной площадки, где я вещаю, один из белорусских YouTube-каналов, который вещает отсюда, поэтому я с ними очень плотно достаточно общаюсь, у меня немало белорусов знакомых, и я знаю, что эта проблема натянутая, она как бы совершенно маргинальна, но что не исключает, что какая-то часть людей как бы с этой есть, с такой как бы идеологией есть. Ну, понимаешь, здесь вот есть какая проблема, как мне кажется. Я, опять же, сейчас говорю свою точку зрения, которая может быть ошибочной, да, просто по своим ощущениям. Вот когда мы с тобой говорили про хороших русских, которые из либеральной оппозиции, но вот с сидящим на подсознании их имперскостью, вот здесь, как бы, понимаешь, может быть тоже такое, что как бы человек хороший белорус, да, там, полк Калиновского, окей, слава Украине, там, да, смерть Лукашенко и так далее, мы там за вольную, свободную Беларусь. А вот на подсознании вот это вот может бац и где-то проявиться, как бы, знаешь, не со зла, там, вильно наше, там, в качестве шутки хотя бы. Вот этого я не исключаю, что это может быть. Но я не вижу в этом ту проблему, что это именно такая вот прям идеология, есть какая-то структура, которая эту идеологию проповедует и которая вынашивает какие-то планы на потенциальное там будущее, да, когда они придут к власти в Беларуси, Вильнюс себе прихватить. Вот на этом уровне, мне кажется, нет. Мне кажется, это очень сильная натяжка. Я понимаю примерно, откуда это пошло. Мне кажется, это действительно во многом такая, во-первых, ипсо белорусского КГБ, ну, знаешь, ролики же они выкладывали, некоторые же явно постановочные, когда якобы стоят там белорусы, там, с БЧБ-флагом, и там грозят кощунусу, опять же, тому же самому, да, что если... Не угрожаем. Тебе, вот видишь, как бы, да, там, еще там каким-то политикам письма там присылают, там, на мейл депутатам. Вот, но это одна, как бы, один источник проблемы. А второе, откуда это пошло, здесь есть, как мне кажется, вина самой белорусской оппозиции тоже. Они как-то не обратили изначально на это внимание и не выстроили коммуникацию, как мне кажется, как они должны были ее выстроить, чтобы то, что я сейчас сказал, что это маргинальная идеология, чтобы вот это вот убеждение появилось и у тебя, а оно у тебя не появилось. Значит, здесь есть недоработка вот коммуникаций. Вот ты очень в правильное русло направил эту тему. Я не хочу тут быть паникером, и я и так слишком много об этом говорил на литовском, ради бога, но ты очень прав в том, что когда офис Цихановский говорит таким, как я, которые держат руку на пульсе литвинизма уже, не знаю, 2005, наверное, года, то есть я действительно эксперт в этом поле, и мне офис Цихановский говорит, нету никакого литвинизма, так мне это становится странным, знаешь. Можно сказать, и литвинизм есть, и им занимаются маргинальные люди, да, мы знаем, проблема есть, но она маргинальная. Тогда я бы сказал, вот, наверное, правда, а сейчас мне подозрительно это выглядит. Ну да, да, проблем в коммуникации, это очевидно. И знаешь, я тебе скажу так, окей, может быть, такой небольшой, ну не то чтобы спойлер, ну и опять же, не буду я называть фамилии, но куларные разговоры были у меня на одной такой вечеринке, скажем так, с людьми из офиса Тихановской, и я так понимаю из этого вот куларного такого разговора, я так понимаю, что они сами осознают, что они немножко, знаешь, просрали вот этот момент, и это их недоработка. Не знаю, сделают ли они из этого правильные выводы и будут ли как-то пытаться это наверстывать упущенное, но то, что они поняли, как бы, что в этом была их ошибка коммуникации, я так понимаю, что у них сейчас есть это понимание. Знаешь, что еще потенциально им есть нехорошего в литвинизме, скажем, в литвинизме и его радикальной сферы? То, что история ВКЛ очень лакомый кусочек и очень вкусный, его хочется иметь в наличии. И если мы говорим о становлении новой политической нации, не этнос, а именно политической нации, того, что в Украине случилось за ночь после Небесной сотни на Майдане, то этот лакомый кусочек может стать предметом борьбы иногда рукопашной. То есть, я понимаю, это очень опасно. То есть, когда народ или этнос белорусский, люди, которые себя считают этическими белорусами, они становятся чем-то более, чем подданные Лукашенко, скажем так, то за что им цепляться? Они за белку и стрелку, которые летели в космос русские, или там хоккей Харламов. А то, что действительно лакомый кусочек, то, что Запад, то, что Речь Посполитая, то, что Вильня. И на этом это очень скользкий лёд и тонкий. Вот в чём проблема. Да, такое есть потенциально, есть такая опасность, я понимаю, о чём ты говоришь, но здесь, мне кажется, уже обе стороны должны работать в этом направлении, ну, в том плане, что и Литва должна заботиться, что я имею в виду. Всё-таки всё равно Литве, знаешь, выгоднее в качестве соседа иметь не Лукашенковскую Беларусь, а Беларусь демократическую. И вот здесь, как бы, может быть, есть какие-то точки соприкосновения, когда как-то нужен этот вопрос раз и навсегда решить и для Литвы, и для Беларуси. А я скажу, может быть, кощунственно созвучно будет, и меня можно будет за это и убить, наверное, но я выскажу некоторые, скепсис некоторые насчёт возможностей белорусской общественности стать этнически белорусской политической нацией. То есть, я открытым текстом говорю, что, на мой взгляд, может быть, дай Боже, я не прав, но может быть, что уже всё… Шанс упущен? Да. Если же мы имеем исторические примеры, которые сегодня очень красноречивы, то есть, ирландцы, шотландцы говорят на английском языке со своим акцентом, и ты не дай Боже скажешь шотландцу, что он англичанин, он тебя убьёт. И мы имеем этнических русских, которые русскоязычные, украинцы уже. Так, быть может, белорусы, если им даже и не получится возобновить свою речь, именно белорусский язык, может, они станут этнической-политической белорусской нацией, даже если будет говорить на русском? Слишком я… Нет, я… Понимаешь, может быть, а может не быть. Да. Но то, что есть вероятность этого, она есть, конечно. То, что ты говоришь, что шанс упущен, ну, может быть, с натяжкой я бы и согласился, что шанс упущен. Я тебе дам несколько примеров, один пример дам. Да. Но не секрет, я ломал копья на форумах, на своём неплохом письменном русском, который лучше, чем мой разговорный, потому что у меня мало практики. И бывали случаи, когда ты ломаешь копья с достойным оппонентом из числа литвинистов, и ты с ним красиво, цивилизованно, уважительно. То есть он на тебя не лает, что ты же мудин, и там твои предки только в болотах сидели, пока мы белорусы строили Вильнюю, а ты с ним тоже, ну, адекватно. Почему бы и нет? Но когда, и имея в виду, что это часто бывает молодой человек, вот твоего типа, и ты с ним говоришь, и вдруг беседа идёт в русло экономик Литвы. Сразу все козыря, все, the usual suspects у него. Вы свою разбазарили индустрию. Ты ему говоришь, у нас есть индустрия. У вас есть индустрия, где ваш белаз? У нас нету белазов, у нас есть то, то, то и другое. Гугли. Он говорит, а, гугли, это сам гугли. Начинается, то есть, в этом человека, который ты воспринимал как достойного оппонента, с которым можно дил иметь. Вдруг видишь русский мир, который живёт этими стереотипами, что мы, литовцы, продали, разбазарили свою индустрию, мы её не имеем. Гугли Эуростат, статистику. Что такое Евростат? Ты сам гуглит свои церушные гадости. У нас белаз есть. Тогда идёшь дальше. Они говорят, у вас нет вообще, вы продали свою нефтерерабатывающую рафинерию, у вас ничего нет. Позволь мне, мы продали её сейчас владелец Орлен. Орлен, как полное название, Орлен Литува. Куда платят, это польское предприятие, куда платят налоги, это самое Орлен Литува? В Литву. В Литву, да. Кто там, большинство рабочих. В чём проблема? А это польское. То есть, я имею в виду это разделение. Ты понимаешь, я о чём. Это просто на том берегу нет пока понимания. И мы говорим не о оголтелых литвинистах, которые вы ж мудовые, нелюди. Говорим о молодом человеке, с которым ты только что договорился о том, что сапеги говорили на белорусском, а разъявилы, может быть, на литовском, потом на польском. То есть, имеешь удовольствие от нормальной исторической беседы, даже если она острая. И вдруг ты видишь, бум, Советский Союз. Welcome back. Вот что меня остережает. Дай Боже, что там растёт новое поколение, и дай Боже, что там всё будет хорошо. Я, кстати, тоже бы, знаешь, по поводу нового поколения сильно бы не питал иллюзий. Да. Понимаешь, как... Так сейчас ты будешь скептиком, да? Не, ну просто я буду немножко скептиком тоже, да. Потому что вот эти все разговоры про новое поколение, знаешь ли, я в России их наслушался. Вот сейчас вырастет новое поколение, вот оно, ваше новое поколение, сейчас там в Абаку погуляет, как бы, да. А во-вторых, если мы говорим о Беларуси, это проблема, мне кажется, социального пузыря. Вот говорят люди, либо которые хотят в это верить, опять же, да, что вот новое поколение, оно всё будет там такое хорошее, либо люди, которые там вот общаются в круге своих, как бы, да, взглядов людей. Потому что, знаешь, с одной стороны, да, я вижу там кучу европеизированных белорусских студентов ЕГУ, там, да, кучу людей можно было увидеть там на их митингах, когда они проходили в 2020 году. Но с другой стороны, или кучу там людей можно сейчас увидеть молодых европеизированных белорусов, сейчас там, которые за рубежом оказались, выходят там на акции, да, посольства и так далее. А с другой стороны, включиты, я не знаю, вылетело у меня название певицы, ну, в общем. Солибат. Посмотри, Анаастия, вспомнил. Знаешь, что такое Анаастия? Нет. Такая очень популярная сейчас певица среди молодёжи как раз. В Беларуси? Она, нет, ну, в том числе. Она вообще украинка, которая живёт в России. И по войне никак не высказалась. Ну, у неё сейчас в России тоже там свои проблемы, потому что она на голой вечеринке засветилась. Но она вот прям популярная-популярная среди молодёжи, вот 20-летние, которые посмотрели, там год назад приехала она в Минск с ним на концерт, три дня подряд выступала в самом этом, олимпийский, по-моему, или как у них называется, спорткомплекс концертный, самый большой, полностью битком все три дня. Это вот молодёжь. Вот те иные новые коллеги. Что будем делать, Димыч? Что будем делать? Делать, что должно. То есть, ходить по воскресеньям в Костюм? Каждый на фронте, Альгис, знаешь, каждый на фронте, мы там на информационном больше. Ну, и плюс там, ну, я не знаю, я, например, всегда стараюсь, когда у меня есть... Во-первых, знаешь, у меня как бы работа, которую я обожаю, ещё она связана с тем, что я что-то полезное делаю на информационном фронте. Во-вторых, там, когда у меня есть возможность, я всегда стараюсь донатить на ВСУ, донатить там, знаешь, на российских добровольцев, и в-третьих, там, когда меня просят, опять же, вот я же говорил, что я был в Вильнюсе, проходил аукцион в поддержку российских добровольцев, я там был в соведущем, меня попросили как бы это мероприятие провести. Вот такие подобные как бы мероприятия благотворительного формата, я всегда как бы с большим удовольствием, если я в этот момент не занят по работе, совершенно бесплатно прихожу и провожу, потому что... Я очень тебя чувствую, потому что тут та же история здесь. Вот. Вот и делать то, что мы делаем, чтобы таких людей... Да, но хочется кого-нибудь убить всё равно. Ну, Путина с Лукашенко в первую очередь хочется. Ну, нельзя, они же святые. Отгадай загадку. Давай. Я всегда был того мнения, что фонетический аспект в комедии очень важен, то есть, слово может ничего не значит, но звучит смешно, поэтому смешно. И вот отгадай загадку, кого я сейчас изображу. Ну, смотри! Кто-то говорит. Жириновский. Нет, Фегин. А, блин, как я мог не узнать, что это же частый гость моих эфиров тоже, один из моих любимых спикеров. Я просто не сказал полную фразу. Вот, да, смотрят в 15 тысяч. Я сейчас серьёзно. Но я не имею никаких подозрений, он на правильной стороне. Но это грязня с Солониным у него. Ты видишь, что там... Слушай, я не в курсе. Ну, в смысле, я знаю, что у них там вот эта вот грязня, а из-за чего я не знаю ни аргументов Солонина, ни аргументов Фегина. Окей. Давай напишу я на литовском языке письмо, а ты на белорусском. Кому? Обоим? Обоим. Начнём письмо. Позовём мы в эфир. Ребята, давайте перестаньте это сами. Это странно. Я просто туда веду, что даже когда ведётся борьба против общего врага, люди просто находят в себе силы, средства собачьица. Ну, да, это правда. Странно, правда? Ну, слушай, ну, посмотри, ты вот пример Феги на Солоне например, давай гораздо шире возьмём российскую оппозицию. Ну, да. Она, знаешь, я понимаю, когда это было бы какое-то огромное движение, имеющее влияние на какие-то процессы внутри России. А это, извини меня, совершенно не так. И то мы как бы срёмся. И, опять же, своих не можем сказать, кто есть для нас наши мальчики. Вот это для меня непонятно. Это так по-человечески. Боже мой, боже мой. Давай совсем последнюю тему. Вот ты сказал про русскую оппозицию, которая между собой. Тут недавно на Медне какая-то русская оппозиционерка, новальнистка, по-моему, она то ли в Литве, то ли где-то ещё на Западе, я не знаю точно, но она очень ярко выговы высказалась, что идите вы все в жопу там на Западе своим сытом, а вы попробуйте тут на баррикады, что, в принципе, как бы и правильно. Но я сторонник... Ты имеешь в виду там, типа, в России, да? Да. Ага, так. Давай об этом поговорим. И наш бывший премьер Андрюс Кубилис, ныне евродепутат, он, на мой взгляд, сделал очень грубую ошибку, логическую ошибку аналогии. Он сказал, наверное, желая казаться очень приятным для русских, мы же, литовцы, при брежневизме тоже ничего не ходили ни на баррикады, никуда... А, да, я знаю про эту историю, но я всегда говорю, подождите, ну, при брежневизме, может быть, нет, а давайте назад отмотаем, а партизаны были, литовские лесные братья? Да, и, то есть, ну, это так дико, так, 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 делать такие ошибки, аргументации. Да, то есть, лесные братья, то есть, партизанская война до 50-х лет, даже при брежневизме, это ты, наверное, слышал, Каланта, который... Да, да, сжёгся, да. Но это же нельзя сопоставлять, то есть, если так грубо, и если избегать этнические, скажем так, общества российская, ответственно или неответственно за то, что на её головы ссут те, которых она сама выставила и продолжает не удивляться и радоваться тому, что ей на головы ссут. Слушай, конечно, ответственно, если мы уже с тобой в первой части говорили о том, что большинство это поддерживает, ну, какие могут быть разговоры, конечно, ответственно. По поводу, знаешь, мне, может быть, проще в этом плане на вот такие вот выбросы, вбросы отвечать, вот как ты привёл приверстного Альниска, и вот вы попробуете. Там как бы мне проще, потому что я всегда могу ответить, я попробовал. И там на вопрос, где вы были последние 8 лет, я прекрасно могу ответить. Знаете, где я был? Я в 14-м году летом был на Майдане в Киеве, я был всегда в российской оппозиции, я неоднократно привлекался по административке, я был на скамье посудимых по уголовной статье, вот, я попробовал, а вы в этот момент были где? Да. У меня как бы не к ней сейчас, да, а вот к большинству российского общества. Да, да, да. А вы не попробовали, а вот если бы попробовали все, может быть, этого всего бы и не было. Дмитрий, давай совсем напоследок я очень красивую историю скажу тебе и всем нашим зрителям. Правдивая история, это имело место быть. Один мой знакомый, не буду озвучивать его имени, он, наверное, не... Я не имею на это его... Разрешения. Разрешения. Это история Майдан, Небесная сотня, и этот человек к тому моменту уже долгое время проживал на Западе. Он русскоговорящий, из Киева, его мама киевлянка тоже русская, и он там сто лет не бывал. И когда случился Майдан и Небесная сотня, его мама, фармацевт, она на своей квартире киевской разбила военный лагерь и спасала жизни. Там было много крови, много спасённых жизней и много неспасённых жизней. И он рассказывает, что он ей когда звонил, а он русский, я на русский. Он когда ей звонил в эти дни и спросил, что она там, как ей там живётся, она рассказала, что она делает. Он сказал, у меня слёзы, он сказал, начали бежать, и в ту же секунду я стал украинцем. 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 Меня журят за то, что я не так уверенестно. Украинцем. Прекрасная история, правда? Да. Да, замечательная история. Спасибо тебе за то, что ты согласился на это интервью. Спасибо, мне было тоже очень интересно. Спасибо всем, которые смотрели, и до новых встреч. Пока. Продолжение следует...